Вкусный, быстрый, горячий. Бизнес-ланч с доставкой из ресторана Прайм. Прием заказов с понедельника по пятницу с 11 до 15 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru В эфире служба новостей. Саров 24 в студии. Константин Перевозчиков. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Плюс 4 за выходные. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Последний звонок онлайн. Как выпускники в этом году прощаются со школой? Праздники под запретом. Как выживает ивент-агентство в период пандемии? Далее расскажем обо всем подробно. Россия переместилась на третье место по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. На втором месте теперь Бразилия. На днях ВОЗ назвала Южную Америку новым эпицентром COVID-19. Лидирует по-прежнему США. Между тем, каждый третий заразившийся COVID-19 в России уже выздоровел. Количество смертей также снижается. За последние сутки жертвами вируса стали 92 человека. Всего в нашей стране выявлено 353 тысячи заражений коронавирусом. Скончались 3633 человека. Выздоровели более 118 тысяч. Как заявили в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалей, массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью. Не исключено, что процесс может растянуться от полугода до 9 месяцев. Потому что население не может получить препарат в один момент. Госдума одобрила закон о создании единого регистра данных о россиянах. В системе будут 30 видов сведений о гражданах. Фамилии, имя, отчество, даты, место рождения и смерти. Пол, СНИЛ, СНН, семейное положение, родственные связи и другие. В социальных сетях в группах канала 16 мы спросили, граждан нужна ли такая база данных. Большинство респондентов считает, что не нужна. Поддерживают инициативу почти 19% опрошенных. Вариант «мне все равно» выбрали 2%. В 19 районах Нижегородской области за минувшие сутки не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом. Нет также новых летальных случаев. В некоторых населенных пунктах продолжает действовать карантин. Так закрыты Починки, Выкса, Павлова и Тумботина, Кулибаки, Мухтолова и Девева. Как отметил губернатор Глеб Никитин, в области наблюдается позитивная тенденция по вылечившимся от китайского вируса. Порядка 30% заразившихся уже выписаны. Тем не менее, порог заболеваемости пока достаточно высок. И ежедневный прирост составляет более 200 случаев. Поэтому всем жителям по-прежнему необходимо соблюдать требования санитарно-эпидемиологической безопасности. Только общими усилиями мы сможем достичь позитивных изменений и постепенно вернуться к нормальной жизни. Обратился к нижегородцам глава региона. Напомним, что в Нижегородской области началось постепенное смягчение ограничений, связанных с коронавирусом. Открыты некоторые парикмахерские и непродуктовые магазины. Снятие режима повышенной готовности разделено на три этапы. И сейчас регион находится на первом. В Сарове за выходные коронавирус обнаружили еще четырех саровчан. При этом выздоровели уже 58 горожан. Один человек по-прежнему госпитализирован в Приволжский медицинский центр. В КБ-50 лечатся 8 человек. Главный санитарный врач Саровой Ирина Игнатьева подробнее рассказала о новых очагах заражения и о том, как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове. Новые случаи – это опять цепочки, которые раскручиваются от привезенных случаев. Только если раньше привозили все больше из Москвы, и даже у нас были случаи из других больших городов нашей страны необъятной, то сейчас все больше завозные случаи из близлежащих районов. А дальше по цепочкам все как обычно, через близко и рядом живущих людей, через родственников – это все передается уже и заболевают здесь наши жители города, которые при этом и никуда не выезжали, может быть, а от них уже начинают заболевать дальше их родственники, с которыми они встречаются. Полную запись выступлений Ирины Игнатьевой о санитарно-эпидемиологической обстановке в Сарове можно посмотреть на канале Саров-24 и на нашем канале в Ютубе. В школах Сарова по-разному отметили окончание учебного года. В этом году невозможно провести шумные линейки и концерты. Решение о том, как выпускники отпразднуют окончание школы. Не нарушая при этом режимы самоизоляции, принимали их родители. Праздник перенесли в ставший уже привычным онлайн-формат. Последний звонок в этом году выпускники услышали лишь с экранов телефонов и компьютеров. Масштабный праздник прошел в онлайн-формате. Школа «Росатом» организовала для выпускников из городов присутствие видеотрансляцию. В прямом эфире виновников торжества поздравили Мальбек и Сюзанна, Глеб Калюжный, Мия Бойко. Артисты исполнили свои песни в специальной студии. Ведущий Дмитрий Бигбаев узнал у гостей, как прошли их школьные годы и последний звонок. Сюзанна, а ты помнишь что-нибудь из школьной поры? Я помню только то, что я покрасила волосы в красный цвет, выбрила висок, и я была в белом брючном костюме в двойке. Я не хотела очень платье, у меня был костюм и с рубашкой жабо. Это было эксцентрично, как для 2012 года. Зрители также смогли задать вопросы исполнителям в режиме онлайн. В общем чате выпускники устроили виртуальную перекличку. Видеоконференция торжественную линейку, конечно, не заменит, но школьники стараются не раскисать. Позитивный настрой сохраняется до последнего, но ожиданий было от него больше. И все-таки, наверное, каждый выпускник с начала 11 класса надеялся на нормальный последний звонок. Все-таки, что мы встретимся все вживую с одноклассниками, потом это все как-то отметим. Но получилось вот так. За самые лучшие вопросы и поздравления организаторы раздавали памятные подарки с символикой Росатома. Олег Ильичев считает, что несмотря на обстоятельства онлайн-праздник прошел на достойном уровне. Это очень забавно, так как я считаю, что как раз такой должен быть и последний звонок во всех школах, как у Росатома. Потому что там все организовано и смотреть приятно на тело. Ну, грустно от того, что ты не видишь, не можешь сказать слова какие-то своим учителям, слова поддержки, что они промучились с нами 11 лет. Последний звонок в интернете – еще одна возможность для участников попрощаться со школой, вспомнить с одноклассниками лучшие моменты, проведенные вместе. Выпускники украшают комнаты, записывают челленджи, снимают видеопоздравления учителям. Географы 11-го класса поздравляют учителей с последним звонком и передают вам спасибо за Терпение Труд Зазнание И как говорил наш классный руководитель Здравствуйте, спасибо, извините, до свидания! Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24 Лицея номер 15, лицея номер 3, гимназия номер 2 вошли в первую десятку рейтинга лучших школ Нижегородской области. Его каждый год составляет рейтинговое агентство РАЭКС-Аналитика при поддержке и участии более 50 ведущих вузов России. Результаты рейтинга доводят до Министерства просвещения России, Министерства образования и науки, Рособранадзора и руководства региона. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Детский технопарк Кванториум Саров приглашает принять участие в бесплатном образовательном онлайн-проекте «Инженерные каникулы». В ближайшие две недели для ребят проведут 15 лекций и мастер-классов, посвященных разнообразным темам. От навыков создания HTML-страниц и оформления презентации до умения ставить цели и заводить полезные знакомства. Более подробно о проекте «Инженерные каникулы» можно узнать в официальном сообществе Кванториум Саров в социальной сети ВКонтакте. В четверг, 28 мая, в Нижегородской полиции пройдет прямая телефонная линия по общей тематике. Задать свои вопросы о приеме, регистрации и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях граждане смогут по номеру 8 831 268 66 55. Прямая линия будет работать с 15 до 16 часов. 1 июня в режиме онлайн пройдет большой детский концерт, посвященный Международному дню защиты детей. В нем примут участие воспитанники и учащиеся детских школ искусств нашего города, а также участники творческих коллективов Дома молодежи. Начало в 18.30. Трансляцию концерта можно будет посмотреть в группе Центра развития культуры и искусств ВКонтакте. Более 70 тысяч рублей лишилась Саровченко из-за действий мошенников. Женщине на телефон позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и рассказали, что с ее счета происходит списание денег. На мобильный телефон ей пришел код. Она продиктовала его злоумышленникам и лишилась средств. При этом в начале разговора женщина поняла, что разговаривает с мошенниками, но им удалось ее запутать. Чем еще запомнилась прошедшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Воровство из садовых домиков и кражи велосипедов. Традиционные весенне-летние преступления. Злоумышленники пользуются невнимательностью горожан и похищают их имущество. Так, например, на улице Зернова неизвестный украл велосипед марки «Форвард Апач». Жители находились за территорией Сарова, приехали с дачи велосипеда, на месте не оказалось. Однако велосипед был не пристегнут и просто стоял на лестничной клетке. В садоводческом обществе завета Мичурина злоумышленники украли металлические бочки и несколько кустов смородины и малины. Предварительно ущерб совместно с бочками и кустарниками составляет около 30 тысяч рублей. Каждый куст заявитель оценивает около 2 тысяч рублей. На дорогах за неделю произошло 15 ДТП, в двух пострадали люди. На перекрестке улиц Зернова-Кирова водитель автомобиля ВАЗ-2115 сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Госпитализирована она. У нее перелом костей правой голени и ушиб волосистой части головы. На улице Силкина водитель Шевроле не уступил дорогу автомобилю «Инфинити». В результате ДТП пассажир «Инфинити» получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. Юрина Вашегородцева, Евгений Шевцов, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Отмена массовых мероприятий и режим самоизоляции больно ударили по индустрии развлечений. Уже два месяца закрыты детские комнаты. Люди не отмечают юбилей и свадьбы. Как в этой ситуации выживает ивентагентство и когда они снова смогут открыться? Об этом в нашем следующем репортаже. Детские досуговые центры и развлекательные студии закрылись одними из первых. С конца марта без работы сидят администраторы, аниматоры, ведущие диджея. Представители этой отрасли могут претендовать на финансовую поддержку со стороны правительства. Однако она полностью не перекроет расходы на аренду, коммуналку, зарплату и другое. Когда стало понятно, что болезнь не уйдет за неделю или за две, представители ивент-индустрии решили искать новые формы общения со своими клиентами. Это невозможно, потому что мы без денег, нам нужно как-то существовать и выживать. Но даже не это нас волновало, нас волновало то, что дети, которые попали в эту ситуацию, которые ждали этого праздника, а он у них раз в год, они остались без этого праздника совершенно. И кроме как вот дома они больше ничего сейчас делать не могут. Мама подарила им подарок, заказала где-то в магазине, она принесла его, предположим, доставили, она ему подарила и все. Один из вариантов, который придумали сотрудники агентства, стал квест. Задание присылали родителям по почте, маму с папой в домашних условиях его проводили. Ребенок искал свой подарок. И так создавалось праздничное настроение. Однако живого общения все равно не хватало, тогда аниматоры стали осваивать интернет-пространство. Артист приезжал сюда в офис, забирал костюм, реквизит, выстраивал у себя дома эту сцену, мизансцену, задний фон и созванивался с мамой. И вот когда он начал выходить с ребенком на связь, эти ощущения, когда ребенок уже начинал радоваться, маму быстро поймали. И дальше мы начали делать в Инстаграм прямые эфиры абсолютно бесплатные, чтобы детки понимали и любили эту онлайн-анимацию. Юлия уверена, что за онлайн-анимацией будущее. Полноценного живого общения она не заменит. Это все равно, что смотреть спектакль в записи. Но, тем не менее, опытный артист может наладить контакт с ребенком и через интернет. Онлайн-анимация открывает новые границы, в том числе и географические. Однако не все агентства готовы на такой шаг. Ну, наверное, это связано, что все-таки онлайн-анимация, она требует большего затратника, внутреннего профессионализма, чем вот просто выйти и с ребенком отработать. Здесь ребенок, до него нужно прям достучаться. Прям вот его добиться, этого ребенка. Внимание. Он еще плохо иногда видит. Связь, она прерывается. Иногда ты не слышишь. И это нужно прям вот ребенка держать своим вниманием. Поэтому здесь ты должен быть прям профессионалом. Как считает Юля, открыться и начать полноценную работу ивент-агентства, особенно детские, смогут нескоро. И пока непонятно, в каком формате и как будут проводить праздники после пандемии. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. В России растет число официально зарегистрированных безработных. За последние 10 дней количество людей, потерявших работу, увеличилось более чем на 200 тысяч человек. Чиновники ожидают, что к концу года на учете в службах занятости будут стоять 2,5 миллиона россиян. Что делать людям, оставшимся без работы? Как получить новую специальность и на какие сферы деятельности обратить внимание, расскажем далее. Для кого-то пандемия обернулась безработицей, для кого-то открыла новые возможности для развития. Перестраиваться и выходить из зоны комфорта пришлось каждому. Если вы решили поменять рот деятельности или вынуждены остались без работы, карьерный консультант советует оценить свои компетенции на рынке вакансий. Может быть, просто как-то переформатироваться. Допустим, если это туризм, то, что сейчас прям говорили, что он упал-упал. Поначалу он упал-упал, и все были в шоковом состоянии, не понимали, что им делать. А сейчас те, кто хотел, они потихоньку развиваются, переходят в онлайн, проводят какие-то онлайн-экскурсии, проводятся как-то другие мероприятия. Кто-то что-то пишет для каких-то порталов. Важно проанализировать рынок и понять, какая отрасль сейчас наиболее популярна. Постараться подтянуть компетенции, которые в ней востребованы. На пике сейчас фармацевтика, IT и СММ-сферы. Розничная торговля, которая работала или смогла переформатироваться в онлайн. Кул-центр, он практически не пострадал. Наоборот, поскольку интернет-магазины развиваются, их становится все больше и больше, им нужно все больше и больше туда сотрудников. Соответственно, кул-центры растут. Доставка в связке водитель, курьер, все вот это вот. Соответственно, это тоже вот прямо сейчас на пике. С одной стороны, соискателей стало больше. Соответственно, конкуренция возросла. С другой – повысился и спрос на конкретные услуги. Тот, кто хотя бы частично работал в сети и накопил опыт, сейчас легко ориентируется. Сейчас появились вакансии. Причем с каждым днем их больше и больше. Сейчас они появляются в разных областях абсолютно. Топ-менеджеров ищут активно на какие-то производства и перепроизводства. И то, что решили вдруг расширяться и поняли, что сейчас их время. То есть процесс идет. Есть и вакансии, есть и сокращенные люди, кто вышел там в силу определенных причин на рынок. В любом случае не стоит сидеть сложа руки и впадать в уныние. Те, кто в период пандемии будут активно развивать актуальные навыки и непрерывно искать подходящее место, обязательно трудоустроятся. Дарья Козина, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24 И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски. Авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Закажите любимые блюда из ресторана «Прайм» с доставкой. Прием заказов ежедневно с 11 до 19 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова